13 том книги «Открытым оком», вопрос номер 2779, тема «Проповедь благовестия». «Как рождаются ваши проповеди и сколько проповедей в течение одного года приходится вам говорить непосредственно в храме?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В течение года в среднем около 250-260 проповедей. За каждым субботним, воскресным, двунадесятым и накануне, а также на иные памятные даты, такие как рождение Иоанна Крестителя, покров, день Петра и Павла, на родительские субботы и иные, и накануне этих дней всегда произношу по две проповеди. По календарю смотрю положенное рядовое чтение, выписываю эти места, выделяю какую-то одну мысль или слово и начинаю с ними работать. Без симфонии ни шагу. На половинку печатного листа обычно карандашом выписываю места писания, которые нужны на подмогу, и мысленно составляю всю картину на эту тему. Вот в этих размышлениях и приходит день за днем, и проходит день за днем. Иногда в уже готовую проповедь внезапно вмешивается или местное, или мировое событие, и его беру на заметку. Главное – приблизить писание к сегодняшней жизни, чтобы оно заговорило с каждой душой. «Несколько человек записывают проповеди на магнитофон, и потом другие несколько переводят на дискету, которую я выправляю, приводя полностью места писания». Ибо, имея в виду множество чисел и трудностей, происходящую от обилия содержания, для желающих заняться историческими повествованиями, мы озаботились доставить душевное наседание желающим читать, облегчение старающимся удержать в памяти и всем, кому случится читать пользу. Хотя для нас, принявших на себя труд сокращения, это нелегкое дело, требующее напряжения и бдительности, как нелегко бывает тому, кто готовит пиршество и желает пользы другим. Но, имея в виду благодарность многих, мы охотно принимаем на себя этот труд, предоставляя точное изложение подробностей историку и стараясь последовать примерам сокращенного изложения. Движение – жизнь, понятное слепому, хотя зрачки не движутся к объекту, и ветер кружится согласно Соломону, рвет с корнем дуб, не говоря о ветках. Что залегло, то побраталось с тленом, покрылось ржавчиной и спепеленным олью. Труднее всего нам выбраться из лени, чуть-чуть нам не хватает силы воли. На месте камень обрастает мхом, старообрядческим зеленым с бородой, и недостроенное догниет на слом, где пастбище засохло, там не жди удой. На поприще бегут не абы как, и не для виду машут кулаками. Движения нет, и перед нами факт, что мы не с теми, кто с руки лакали. Движения ног на тысячах дорог, движения губ словами благовестия. Читаем и толкаем между строк, но только б только не стоять на месте. Настанет гробовая тишина, безделье, тиражируясь осудит. Как настрадались с нами дети и жена, нам приговор прошепчут наши губы. Ленивый раб, закопанный талант, причин не обрели создать подвижку. Кто пролежал, остался без зарплат, не только здесь, но на суде предвижу. Так сколько же сочленений у костей, утопленные в смазку, задохнулись. Им, обездвиженным, приходится хрустеть, как от оскомины на людях сводят скулы. Быстрее света нужно пролететь, пространство темноты, продвинуться к престолу. Ковчег церковный, мера не локтей, он доплывет, хотя грозят расколы. 24 июля 2005 года. Игнатий Лапкин.